Ребята, смотрите, с моего отеля, на крыше моего отеля, вот такие вот виды открываются. Я почему вчера... Мне вчера и не до этого было, я вообще убита же была. Но сегодня мне до этого. Вот я здесь, и мне здесь нравится. Очень красиво. Дракошку видно. А я пришла вещи постирать, потому что это вообще уже нереально. Два дня в одном и том же. Как я уже говорила, я прогуливалась на ночном рынке Дананга. Я буквально 5 секунд прикинула, ага, что там есть. И думаю, туда нужно приходить с полноценным выпуском. То есть не торопясь, спокойно, размеренно прийти и поснимать. Там действительно есть на что взглянуть. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, из еды точно. Сначала посмотрим всякие безделушки, вещи, а потом еду. Тем более, что я очень хочу кушать. А может, если настроение будет супер, прям вот идеалити, тогда еще попьем и пиво. Находится этот найт-маркет от моста Золотого Дракона в ту сторону. Я точное время, во сколько он открывается, сказать не могу. Но, по-моему, в 6 часов, вот мне сказала девушка, которая в отеле работает, что он с 18.00. И где-то, ну, в 11 он закрывается. Еще не доходя до рынка, от начала самого моста будут стоять вот такие вот макашницы и столики, где можно перекусить. Здесь есть коктейли, рыба сушеная, вот этот вот с лемонграсом, водичка вкусная, соки, кокосы. Это мясо на шпажках, вон, креветки, креветки в кавычках. Вижу, автомат с водой. Интересно, да? Ой, чуть не врезалась. Так, и далее. Смотрите, какой большой фудкорт, но народу здесь мало. Кто-то просто даже сидит, ничего не пьет, ничего не кушает. Просто сидит. Здесь готовят блинчик роти тайский. 30 тысяч стоит. А с нутеллой 40 тысяч. Простой я вот вижу, 30. А, нет, тут вот только с нутеллой и соусом. Ну вот, это мы видели. Блинчик роти. Так, это банан в тесте. А тут из дерева. Hello! Как он с энтузиазмом отнесся. Так. Тут тоже напитки вон. Тут я вижу дуриан, монгустин и драгонфрут, да? Стоимость не написано. А вот на той стороне всякие игрушки. По типу лего, что ли? Ой, как интересно. Так, и крусы. Крусы, сланцы и переводилки. Детский. Очень наступило на спайдермена. Есть кафе. Это похоже на буфет. Вот здесь интересно, что продают. А здесь тоже мясо на шпажке. И тоже напитки. Так, здесь можно сделать вот так. Огромное множество всяких сувениров, безделушек, побрякушек. Черепашки такие интересные, вязаные. Брелки, ободки. Шапочки. Сумки. Рома масла. Предлагают массаж. Здесь можно купить чехлы на телефон, всякая техника, беспроводные наушники, пауэрбанк. Типа стабилизатора, да? Подписывайтесь на канал. Пока ходим, вспомнила одну историю. Наверное, в 2000-х у всех стояли дома DVD-караоке. А так как я обожаю петь, я пела у него 24 на 7, наверное. И однажды мы с моей соседкой сверху разболтались около лифта что-то, и ей промолвилось, что вот я пела в караоке. Она говорит, так это ты боишь, что ли? Короче, она на меня пожаловалась. Ну и всё. Ну и я не одна такая была. Я помню вот этот вот микрофон, который фонит. Поэтому не только у меня была проблема с воем, но и у остальных тоже. Лично слышала. В принципе, везде одно и то же. Так, орехи есть, манго есть. Китайцы вон облепили все эти вкусняки. Вот я вижу цены на печенье. Вон 18 тысяч. Так, сейчас вот этот мужчина отойдёт, и мы тут поснимаем, раз тут цены указаны. Так, 15 тысяч вот эти вот, эти 20 тысяч. Конфетки, конфетки не вижу почём. И орехи не вижу почём. Ребята сразу говорю, спрашивать я не буду, потому что они потом не отстанут, не отлипнут. Если что-нибудь не купишь, будут злиться. Проверено на себе не один раз. Опять всякие конструкторы. О, 230 тысяч стоит. Ну, большая коробка. Чемоданы есть. О, деньги. О, деньги. О, деньги они делают. Субтитры сделал DimaTorzok Понравился запах Так, детская одежда Китаянка нюхала эти лепестки Подошел к ней, ее мужик И сказал, тут снимают Она начала извиняться А я-то наоборот снимала, как она нюхает Понравился ей или нет, какие очки детские прикольные Если это детские, конечно Так, и тут одежда Отовариваются индусы Так, шорты 130, 120 и 110 тысяч Так, вон шорты по 75 Вижу, Nike и Adidas Естественно И 70 тысяч вот такие майки Здесь есть стоимость на футболк, чтобы примерно ориентироваться 110 тысяч стоит вот такая вот модель Ой, какой хорошенький Приветик А тут можно посидеть, перекусить, да? Для местных это, наверное, развлечение Смотреть, как здесь люди себе выбирают всякие товары Это что это такое? Мороженое, что ли, такое? А ты продаешься? Да Класси Смотрите Видите, да, цены? Штанишки стандартные 80 тысяч донгов Около 300 рублей Рубашки, кофты Детский костюм Вот шорты, рубашка 60 тысяч О, вот здесь вон есть Столько интересностей Ой, сколько там платьев интересных Так, вот опять Футболка 75 тысяч 75 тысяч Вот такая вот безрукавка И шорты по 75 тысяч Что жена и Кадя даст Ну, говорю же Вот по 75 еще Синтетика голая 75 тысяч Так, штанишки 92 цифра Но вряд ли они 92 тысячи донгов стоят Каких только платьев нет Ой, какая красота Все бы взяла Белая, красивая Очень красивая Брендовые футболки Гучи, всякие адидасы По 80 тысяч донгов И тут тоже 80 тысяч донгов Все Ремешки 250 тысяч донгов Так, чехлы По 30 тысяч донгов То бишь 120 рублей Прикольный Как сланец Ну и все Отсюда уже начинается еда Брендовые футболки Брендовые футболки В это мороженое можно добавить разный топпинг, сиропы Стоит 30 тысяч Да, 60 тысяч донгов Вот она поет и на рюмке что-то, гравировку делает Я была здесь Да, все Хотите прикол? Я была вот в этом месте Здесь можно чехол сделать со своей фотографией Обалдеть Простниковый напиток Простниковый 15 тысяч донгов Чай 20 тысяч Коконав 30 тысяч донгов Яйца жарены на углях Так, ребята, а мы с вами сделаем перерыв Мы посмотрели, значит, рынок с одеждой Со всякими безделушками, как я уже говорила А сейчас, в скором времени, вот минут через 10-15 На мосту начнется представление Вот эта вот дракошка будет показывать огненное шоу Вот, а посмотрим шоу И потом вернемся на этот рынок Поснимаем еду И что-нибудь перекусим Говорю же, я вот когда туда заглядывала на этот рынок Наспех Там... Это что такое? Когда заглядывала туда наспех То там я была в приятном шоке от цен на еду Было дешево По крайней мере, вот всякие там амары Тут им седым В общем, сами все увидите А сначала шоу Видите, сколько народу здесь собирается Чтобы посмотреть на шоу дракошки Мы поднимемся наверх на мост И посмотрим прямо оттуда А может быть отсюда и будет лучше видно Сейчас я посмотрю и с того, и с этого ракурса А вот здесь живая музыка Вон сколько народу вокруг себя собрали Преимущественно из молодежи И здесь на мосту Вон сколько народу Видите, мост на банке Я была там Смотрите, вот туда заходит мужчина Сейчас будет огнем пол Не мужчина, а прокошка Народу, кстати, становится все больше и больше И на той стороне моста тоже И вон там тоже Смотрите, корабли, паромы, пароходы Приплыли, чтобы тоже посмотреть на это световое шоу Огненное шоу Очень интересно Какой открывается вид с их палубы Но я думаю, что здесь самое лучшее Все люди Естественно, находится на безопасном расстоянии от огня Но когда он выпускает вот этот огонь Своей пасти Становится жарко Прикиньте, огонь далеко Но в то же время От него такой жар идет На безопасном расстоянии от огонь Останно Когда он выпускает Отжидала Рассто с Талел Останно Останно Расстояние Духи Поехал Медик Чепные Медик 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 Пока все нашел, мы с вами идем на опустевший продуктовый басан. Тут работают всякие зазывалы, которые предложат вам напитки, мясо и т.д. Ага, вот смотрите, цены, дёшево, ага. Девчонки, влог снимают. Устрицы, гребешки, роташки, матут. Чипсы, кукуруза, осьминог. И вот это вот самое интересное, я не понимаю, смотри, нет, я понимаю, комбо 500 тысяч. Смотрите, тут креветки, омары, осьминог, гребешки. Большой размер. Тут там омары, да, вот это, как называется, чуть-чуть побольше, 600 тысяч. Это вообще 800, это, этот набор 900 тысяч, этот 500. Здесь можно себе собрать суп. Вот невозможно спокойно походить, поснимать, потому что подойдешь к какому-нибудь лотку, на тебя накинутся. Давай, бери, 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 бери. Вот, кстати, здесь цены есть. Можно собрать себе комбо. Комбо-меню. Цены я тут тоже не вижу. Вот это мне было интересно. Напитки, напитки. Ага, спасибо. Вон смузи по 35-25 тысяч, средняя цена. Ага, кола 20, вода 10, пиво 25-30. Thank you. Хороший. Thank you. Спасибо. Так, тут я даже не знаю, что, в лепешке ходок какой-то? Да, типа... Да, выглядит прикольно. 39 тысяч тонков. Так, тут японская еда. Сейчас вот так вот поснимаем. Ага, и что тут есть? Гёдзу вижу, то, что вот я узнаю. Ещё можно рову взять. Тут фудкорт. Ребята уже кушают. Ой, мой. Бог. Ракушки. Смотрите, тут вон тоже цены есть. Цены умножаем на 4. Ну, допустим, 60 тысяч тонков стоит это блюдо. Умножаем 60, умножаем на 4. Получаем итоговую сумму в рублях. Thank you. Ой, что-то в глаз попало. Тут вон тоже есть осьминожки. Осьминожки, ребрышки, кальмары, куриные крылья и курица. Свинина с грибами есть. Ой, выглядит аппетитно. Очень, очень аппетитно. Ммм, запах нереальный. Так, и тут вот блюдо тоже есть стоимость. Так, вон можно взять ролл, пурицу. В принципе, можно собрать вот такой вот хлеб. Thank you. Так, здесь тоже вон комбо 800 тысяч, 600 тысяч, 1000. Видите, какие размеры? Вот это две штуки 500 тысяч донгов. То бишь 2000 рублей. 2000-1800 где-то. Этот набор полторы тысячи. Это очень дешево. Но я не знаю, реально ли такая цена. Мне кажется, просто это должно стоить, ну, как минимум, 5000 донгов. Посмотрите размер, вот, чтобы вы понимали. Очень большой. Так, тут уже себе что-то заказали, жарят. Вот еще. Вот это вообще, вот это размерчик. Полторы тысячи стоит такой набор. Шесть тысяч стоит такой набор. А вот почему можно llevar. Вот сладости можно взять. Вот. И ящики жарятся. Вот такое блюдо. Есть. смотрите несколько гребешков 100000 донгов 400 рублей барбекю морские гады это все то что нужно увидеть в буфете вот это в буфете не увидишь 300000 400000 все так красиво разложено с 2000 рублей всего лишь я не понимаю здесь можно самим набрать ну и все вот в таком духе там у нас осталось три палатки и вот там все ровно то же самое будет давайте перекусим чего-нибудь да так я взяла себе вот это вот свинину на шпажке она стоит 30000 и вот осьминог тоже 30000 и возьмем ребята пиво все-таки смотрите вот стоимость пива я увидела какой-то неизвестное вот мне его принесли и она видимо индийская потому что я у нее сейчас спрашиваю это пиво она мне говорит название худо тут оборачиваются вот эти вот индусы видимо на знакомое слово значит точно но и мне уже принесли соус осьминог я я спрашиваю порезать или не порезать наверно конечно режь и вот моя осьминожка вот мой столик будем пробовать сначала попробуем пиво вообще как она посмотрите во во-первых она открывается как-то по странному и первый святой глоток вкусненькая да мне нравится она фильтрованная немножко сладкая газированная в общем вкусная так будем пробовать вот эту штуку очень вкусно еще голодные идеалите это осьминожка резина но вкусная резина жженая жженая просто балдеж я убираю телефон я хочу полной мере насладиться едой очень вкусно очень вкусно особенно вот эта вот котлетка свиная как у Юлии Высоцкой крылышки в беконе как у Юлии Высоцкой вот такой дедушка приятный пожилой человек работает классно все доело я очень счастлива сейчас вот там сзади меня сидит девчонка кренка ей тоже понравилась вот эта вот свинина на шпажке я когда ее брала я очень боялась что она будет с жиром либо с крещами ее будет неприятно есть но нет идеальная котлета мужик в рубашке такой же как у меня платье вот сейчас допью пиво и пойду в отель спасибо большое что провели этот вечер со мной если еще не подписаны не забудьте подписаться про лайфосики колокольчик и так далее пока пока завтра мы с вами собираем манатки выезжаем с отеля и на поезде едем в другой город fur